Всем привет! С вами Вера Ларина. Хочу представить вам свою новую книжку. В этой книжечке 8 страниц, размером 27 на 25 сантиметров. Книжечка очень насыщенная, в ней 85 съемных деталей, в том числе 14 цифр, 11 букв. На обороте книжечки есть кармашек на молнии. Книжка хорошо держит форму и может самостоятельно таять. По традиции на первой страничке расположилась спальня. Здесь есть кроватка, одеялка и подушечка отгибаются. Мягкие, внутри синтепон. Когда куколка ложится спать, она берет с собой под подушку любимую игрушку Мишеньку. Еще в тумбочке лежат другие игрушки куколки. Неваляшка и жирафик. Рядом с тумбочкой спальное место для кошечки. Именное, на пуфике вышитое имя Муся. Еще в спальне разместилась игрушечная коляска. Вот с таким славным карапузиком. Сбоку от кровати есть цветок. Окно закрывается веселыми розовыми шторками. Горошек. Шторки можно распустить на все окно. Закрыть окно. Можно завязать снова на бантик. И учимся развязывать, завязывать бантики. В окне можно менять время суток. Сейчас ночь. Из окна смотрит месяц. Надо спать. Можно заменить вид из окна и поменять его на солнышко. Вот так у нас наступает утро. Куколка встает. Идет в шкафчик с одеждой. Открываем и видим несколько нарядов. Выбираем платьишко. Еще у нас в шкафу хранится погремушка для карапузиков кроватки. Когда карапуза плачет, то можно будет его успокоить, позвонив губенчиками. Справа от спальни расположилась ванная комната. В ней сама ванная со шторкой, душ. Из него льется вода. Куколка снимает платье и кладет его в корзину для белья. Сама идет принимать душ. Искупавшись, она сливает воду. Вытирается махровым полотенцем. Затем она, платьица, перекладывает в стиральную машину. Постирать. Засыпает порошок. Наливает ванниш. Включает кнопочки и ставит стирать. Сама идет к шкафу. Выбирает себе платье. Другое, чистенькое. А это платьишко, она достает. И вешает сушить на прищепочку. После того, как она посушила, после стирки, она его хочет погладить утюгом. Достаем утюжок. Включаем розетку. И начинаем гладить платьишко. Выключаем розеточку. Переходим в столовую. В этом кухонном отсеке мы видим мебель, кухонный гарнитур. Два верхних шкафчика с посудой. Между ними вытяжка. На вытяжке прихватки. Слева от плиты холодильник. В нем хранятся продукты, овощи, фрукты, мясо, колбасы. Продукты потом можно будет еще добавлять со странички огород. Там и яблоки растут, и орехи, и овощи. Куколка включает газ. Достает чайник. Наливает воду. И ставит кипятить. Еще она достает сковородку. Кастрюлю. Сковородку ставит тоже на газ. Можно поджарить яичницу. В духовке печется рыба. В этой кастрюльке можно будет потом варить овощи. Например, свеколку. Можно садиться за стол. Ставим рыбку. Из шкафчика достаем тарелку. Кладем туда яичницу. И достаем из шкафчика для карапузика нашего бутылочки. С молочком. С кефиром. В духовку мы ставим печься тортик. Достаем тортик. Девочка пьет чай. Вверху у нас есть часы. Рядом телевизор. Можно менять программы. И кушать, и смотреть телевизор. После обеда идем в сад и огород. В саду растут два дерева. Дубок, яблонька. Ниже огород с грядками, который охраняет верная собачка. За это она получает вкусные косточки, которые ей приносит хозяйка. Между деревьями мы видим яркое синее небо. На нем красивая бабочка летит в сторону солнышка. На дубу растут листочки. На пуговках можно расстегнуть, застегнуть. Желудь на кнопочке. В центре дерева дупло. Растегиваем металлическую кнопочку. И видим там белочку. Белочка решила сделать запасы на зиму. Она внизу приглядела грибочек в травке. И решила его засушить на зиму. Тут еще один желудь у нас. Берем грибочек. Нанизываем его. Также желудь можно нанизать. Сушим его на зиму. На яблоньке растут яблочки, которые можно принести потом на кухню и сварить из них компот. Из-за яблоньки показалась тучка и стала поливать огород. Когда солнышко и тучка на небе вместе, то появляется радуга. Переходим к огороду. Что же у нас растет в огороде? Капуста, перчик, свекла, лучок, репа и морковка. Сад и огород находятся на опушке леса. Мы видим высокие сосны, на сосне сидит сова, под елочкой прячется мишка. По лесу идет дорожка, по ней бьется зеленый шнурочек. По дорожке шагает ежик с корзиной яблок. Что это за домик? Это лесная школа. Прибодает в этой школе наша героиня, куколка. Она сидит за своим столом, перед ней классный журнал школьных отметок. Помощником у нее мудрая сова. Первый урок начинается. Куколка-учительница раздает учебники. Лисенку, зайчонку. Достаем дополнительный учебный материал из кармана на обложке книжки. Переносим с планшета на доску нужные нам буквы. Л, Я, Оля, мягкий знак, Я. Второй урок изучение счета. Сова помогает. Также можно эти циферки посмотреть наверху. Урок третий. Ботаника. Учительница уже заменила учебники на гербарии. Достаем из-за доски вот такой тоже вспомогательный материал. И на доску поместим два больших листа. Это лист клеона, лист дуба. И наша сова расскажет про них все, что сама знает. Уроки закончились, и прозвенел звоночек, и наступает время игры. Можно поиграть в школьном дворе, поиграть в мяч. Выходит сюда лисенок, зайчик, и все дружно играют в мяч. Вот такая у нас получилась интересная, познавательная, увлекательная книжечка для Олечки. Я надеюсь, что она ей понравится. Спасибо за внимание, и до новых встреч!